Хотя у нас есть такие рейдерные точки, то есть некоторые территории, которые, как бы, злостно нестабильны. Вот по нашим данным, мы поставили, как вы знаете, наша партия выставила 8000 кандидатов. Например, всех уровней, в 11-ти субъектах и 16-ти, где избираются главы, участвуют наши кандидаты, до выборов Госдумы, муниципальные выборы. То есть практически мы участвуем во всем, на всем поле. И вот есть такие рейдерные точки, такие регионы, где особенно, так сказать, много, по нашему мнению, нарушений и таких системных, нам давно знакомых, таких как в Роспилюте, таких как в Роспилюте, таких как в Роспилюте, избирателей, подвоз, избирателей на автобусах. Но появились новости. Ну, в частности, вы знаете, что нам удалось через суды восстановить наших кандидатов. Больше десяти человек в Санкт-Петербурге. Мы выдержали все судебные заседания, мы вызывали Центральную избирательную комиссию, которая стучала по локали, значит, по столу на нашу избирательную комиссию Петербурга. В общем, в результате всех наших усилий наши кандидаты зарегистрированы. Так вот именно там, где были проблемы с регистрацией, сегодня не открылись избирательные участники. Вот и КМО в двух наших районах просто открылись сегодня в половине первого дня. То есть те граждане, которые желают проголосовать до обезда на дачу с утра, сделать этого не смогли. Ну и, конечно, это Алтайский край, это Челябинская область, откуда у нас идут сообщения о нарушении таких системных. Ну и все это говорит о том, что болезни, которые начала, вроде бы, лечить наша власть после 11-го года, они, видимо, настолько застарелы, что никак мирососудцы никак никого лечить не могут. Но и наши ощущения мы пока еще не проводили в советниками, совещаниями. Но думаю, что они со мной согласятся, что это не столько борьба за первые кресла, то есть за кресла губернатора, сколько борьба за местные кресла депутатов. Ну и в московской городской области, я думаю, что Александр Леонидович поподробнее расскажет, он сам пострадавших сторонам гандидат. Вот, а власть мелкие к низке решают свои корпоративные задачи на отдельных территориях, формируя под себя власть депутатов муниципальных советов, формируя муниципальные фильтры, через которые невозможно проползти. То есть они по-прежнему, так сказать, неподвижны в этой части, не сдаются, несмотря на все заявления из Кремля. Вот этот слой наших чиновников, которые, главная их задача держать и не пущать, они по-прежнему верны в системе и действуют не через убеждение, не через закон, а через его нарушение. И мы считаем, что главными нашими противниками на этих выборах в ряде регионов были не столько наши политические соперники, другие партии, сколько избирательные комиссии, которые в самом первую очередь стали нарушителями законов. Спасибо большое. Извините, что отняла много времени. Я думаю, что все очень интересно. Да, прежде чем мы более подробно остановимся на Москве, я хотел предать слово Михаилу Геннадьевичу и спросить, какие регионы вы выделяете, где политическая борьба была наиболее яркой и знаменитой, и за кем было более всего интересное свидетельство. Вы знаете, я прежде всего выделил Хабаровский край, где одна из, так сказать, оппозиционных партий очень наглядно показала всем, что есть вещи похуже и темы России. И намного похуже. Низкая яма под этих выборах показывает ниже, чем в прошлый раз во всех направлениях. Показывает, что граждане Российской Федерации ощущают свою исключенность из политического процесса и ощущают, что они лишены реальной возможности политического представительства. Для этого необходимо, этим и показывают необходимость существенной реформы избирательного законодательства. Необходимо, во-первых, отменить муниципальный фильтр, который стал осмерщищем. Мы можем смеяться, что после того, как суд признал Алексея Навального, жуликов и воров, партию жуликов и воров, по его мнению, так сказать, признал его своим оказалым поддержкой, то муниципальный фильтр в сегодняшней ситуации выродился просто в административно-бюрократической производстве. В Алтае, в производстве Алтая, нахрентое кандидата Лиды и Фребова, чинились абсолютно системные обязывающие последовательства. В итоге не хватило в этом одной кодписи депутатов. И смею его заявить, что это заняло одну кодпись власть в работу очень серьезную, очень системную. То есть это стало источником просто бюрократических махинаций и ничего больше. Бюрократических в лучшем смысле, без образования. Во-вторых, необходимы прямые выборы глав городов, которые обладают всей полнотой власти. Ситуация, когда есть мэр, ничего не обозначающий лицо на портрете. Есть сити мэр, который ни перед кем не отвечает и всем управляет. Это абсолютно порочная патологическая ситуация. Мы не знаем Москве, но в России есть места, где многоступенчатая система выборов. Скажу, в Челябинской области она трехступенчатая. Существенная. Да, не какой-нибудь там тувер, не какой-нибудь амитарев. Челябинской области, а то с наиболее развитых регионов России. С этими пережитками в сфеодализмом пора заканчивать. По крайней мере, то же самое в Самаре, то же самое в Новочкале, где сейчас нет выборов. Дальше мы наблюдаем отход от пропорциональной избирательной системы. Поскольку словосочетание «Единая Россия» пополнило широкий список матерных выражений русского языка, мы видим, что в Москве ни один кандидат от этой партии явно не участвует в выборах. Да? Мы наблюдаем разрушение, в области разрушения пропорциональной избирательной системы. То есть отход от голосования по партиям к голосованию к вкладному мандатному углу. Когда идут явно были с чем связанные, а потом волшебным образом они отказываются ровами того или иного политического олигарта. Эта ситуация неприемлема, и нужно зафиксировать ситуацию, что по крайней мере половина мест региональных законодательных собраний должно распределяться в зависимости от поддержки партийных списков. А государство должно здесь брать вообще по партийным спискам. Дальше нужно остаться с совершенно нелепой системой сбора подписей. Я понимаю, что люди, которые сдают подписи в свою пользу погоним, я по симпатии не обназужу. Но поймите, пожалуйста, в наших странах люди сдают единый государственный экзамен. Многие есть людей, которые сдают единый государственный экзамен, не способны написать собственную фамилию, потому что ЕГЭ превращает вас в факт. Многие люди не способны прочитать графу и понять, что не надо писать данные рождения в графу «Новерпаст». Эти процедуры реально слишком сложны для людей, которые стали гордой «либеральность реформа образования». Поэтому нужно отказаться от сбора подписей, вернуться в системе внесения залогов. При этом залог должен быть, естественно, минимальный. Дальше мы имеем проблемы в партии спойлеров. Это просто в чистом виде злоупотребления права. Есть такой термин в российском законодательстве. И необходимо принять меры, которые позволят исключить партии спойлеров и разбирать комплексы. Я не являюсь партизантом КПРФ, я не являюсь партизантом гражданской платформы, но поверьте, что эта ситуация абсолютно приемлема и просто это один из элементов, который лишает людей возможности получить реальное политическое представительство. И, наконец, нужно вернуть избирательное политическое объединение на выборы. Нужно вернуть людям право голосовать за блоки партии, а не за отдельные партии. Я понимаю, что очень многие сейчас вспоминают при этом, что «Единая Россия» возникла как из блоков партии «Единство», созданное Перезубским, и «Отечество – вся Россия». Вы понимаете, один неудачный пример, один кошмарный, например, один чудовищный пример – не нужно исключать общепринятую в мире практику. Нельзя писать правила, глядя на неудачный пример «Единой России». И, наконец, нужно избить порядок формирования избирательных комиссий. То есть нужно зафиксировать, что государственные служащие, сотрудники бюджетных организаций не должны иметь право быть членами избирательных комиссий. Или, по крайней мере, их доля избирательных комиссий должна быть пропорциональна численности госслужащих и избирателей среди избирателей данного уровня. Потому что мы получаем сейчас избирательные комиссии с блажерятным составом из людей абсолютно зависимых, которым нельзя так предъявить претензии, потому что они зависимы абсолютно от власти, от силы работы бюджетных организаций для работы на госслужбе. И они творят такое, что, в общем, это так и не поддаётся описанию цивилизованной аудитории. Несмотря на все формальные заповоды, все суды и все разговоры о том, что у нас всё не плохо. Поэтому необходимо изменить порядок формирования избирательных комиссий, чтобы работники бюджетных организаций и работники органов государственного управления составляли в этих избирательных комиссиях не больше процентов, чем они составляют численности избирателей данного уровня. Ну, если где-то они составляют 100%, пусть они составляют 100%, пожалуйста, не в правду. Потому что иначе мы получаем пережиток хромовладического основания. Спасибо. Спасибо большое.